Итак, дорогие друзья, поговорим о Kiwi от старта до готового приложения на смартфоне. Сейчас я делаю обзор, потому что все мы будем изучать. Ну, вообще, библиотека Kiwi настолько написана просто, вот если взять по сравнению с Django, то это, ну, ничего запутанного нет. Разобрался, что такое button, эта кнопка знает, что, где она лежит. То есть, по сути дела, написал импорт и дальше пиши, что с этим делать. Все мы это изучаем, все мы это изучаем на Python for Android. Ну, не знаешь Python, ничего страшного, ты получаешь в любом случае доступ к Pro365.net. Ребят, на SPB начал писать курс переосмысления, уже немножко в другом формате. Здесь будет посвящено только OOP. Для того, чтобы мы могли писать очень хорошие программы на Android, усовершенствовать Django. Ну, Django как Django, там просто надо понимать OOP, так как пользуемся классами именно Django. Да, практически там все готово, и все костыли готовы. И здесь много готово, но здесь хочется что-то привнести, понимаете. Поэтому начал писать, вот тут бесплатно можно посмотреть, платно немножко другой формат. Это я показываю для того, что не надо переживать, не надо переживать, будете писать однозначно. Уже такой формат, где будет и видео, и примеры. Как бы, знаете, решил сделать такой, не то что справку переписать, а сначала забомбить методы. Здесь везде кусочек кода. Я везде объясняю, набираю, смотри, что что делает. Но я, опять же, рассказываю, в отличие от сайта Python, рассказываю простым языком. При любом раскладе первую букву переводит в верхний регистр. Но уже поймет даже ребенок совершенно ненаучным языком. Ну да ладно, не будем отвлекаться от Android. Ребят, вот это PyCharm, среда разработки, с которой мы работаем. Среда разработки очень классная, очень хорошая. Вы ее полюбите, уроки в школе есть. Значит, ну такую же среду я открыл на Linux. Так, стоп. В виртуальном окружении. Эта система, у меня стоит Linux в виртуальном окружении. Она совершенно полноценна. Но почему? Вот давайте я задам вопрос, который... Вы что думаете? Я буду сейчас уговаривать вас Linux пользоваться. Ребят, нет. Я говорю, ребята, есть выбор. Можно писать на Python на Linux, можно писать на Windows. Как удобно. Вот программа, та же открыта на Linux. Та же самая, да, PyCharm на Linux. Тот же код. Все, все отлично работает. Кстати, мы программу сейчас это увидим. Давайте я пока на компьютере, чтобы вы не говорили, что это чудо. Это будет программа по проверке графики на смартфоне. То есть можем очистить, понять, потянет там смартфон. И мне интересно, а Kiwi потянет? Ребят, у меня куплен для тестирования смартфон, который я вставил 2011 года. Старенький, да? Я думаю, вот если на нем будут работать, то все остальное будет точно работать на новых. Работает Kiwi только так графика. Итак, это пока компьютер. Значит, зачем нам понадобится виртуальная машина? Я покажу все по шагам для того, чтобы формировать файл APK. Это файл, который нужен будет для запуска на мобильном приложении. Значит, смотрите. Все банально просто. Сейчас я уберу вот эту. Как бы мне ее вытянуть. Вот она появилась. Уже многовато. Вы не видите. Сейчас я смещу. Да, знаете, в чем суть? Во-первых, мы ее установим. Нравится писать на Linux кому-то. Да, вот я уже все чаще и чаще начинаю работать с Linux, именно с Python. И когда говорят, что ой, Linux там или Windows. Ребят, вот сейчас такой момент мне, я тоже когда-то так думал, да, мне Linux понравилось. Ну, просто надо. Ну, понимаете, когда APK собирается без проблем, ну что, трудно установить. Конечно, удобно виртуальную машину, конечно, удобно виртуальную машину, и вот тебе две системы. И все просто. Мы этот файл поместили в свою папку, да, специальную. Мы все это рассмотрим, в MinePyte файл, да. И мне не надо ничего думать. APK это сложный процесс. Но Kiwi разработчики сделали так, что для меня это становится не процесс, а просто, ну, грубо говоря, ожидание и ничего не делание. Вот я для того, чтобы запустить, все изучим, не волнуйтесь. Вот я нажал... А, стоп. Да, просто не зашел, запись ведется, смотрю. Все. Ввел в траку, вот прошел процесс. Все. Если кто-то на этом ограничится, пожалуйста, работайте дальше с Windows. Но я уверен, что вы будете в Linux залазить-то залазить. Вот создался наш файл APK. Несколько секунд, это круто, да, согласитесь. Нам не надо думать, он столько вещей собрал. Я уже не показывал процесс, мы будем в уроках рассматривать. Я файл переместил на Android. И сейчас мы... Я вам после этого просто... Я с камеры записал, собрал и прицепил ролик сюда. Чему я хочу сказать? Работайте как удобно. Python учим. Django учен. Вообще, на выходе я хочу пойти дальше. То есть, сделать возможность, чтобы человек с Kiwi мог работать примерно как Instagram. Делать приложения, которые работают через сайт, да, чем-то обмениваться. И это тоже совершенно реально для нашего случая. Почему? Ребят, смотрите. Вот уже начал работать с такой вещью. Что мне надо набрать? Я вот соображаю сейчас утро. Пока еще не просунусь. Значит, с такой вещью, как у нас есть мир пай, как REST фреймворк. То есть, это API. И, по сути дела, вы можете сделать сайт потом. Он сделает для него API, который он будет отдавать. Это мы все тоже изучаем. И будем изучать. Значит, приложение Android, Kiwi, которое принимать API, все, и работаете. Вот у вас механизм делается. То есть, уже работает. Само по себе, само по себе Kiwi, если посмотреть эту библиотеку, она... Вот я год за ней наблюдаю, да, просто я говорил, что активно уроки пойдут именно в январе 2016-го. Почему? Ну, надо было немножко времени разобраться и второй Джанго подтянуть. Подтянуть, то есть, продвинулся дальше именно в Джанго, дать больше уроков. А теперь уже появилась возможность работать дальше с Джанго, писать курс по Python и работать с Kiwi. То есть, подтянули и плюс еще продажи. Значит, рассказываю курс. Библиотека, я наблюдаю год за сайтом. Настолько вот они добавляют, настолько активно развивается библиотека. Ну, в общем, что я восстанавливаю? Сейчас вот покажу ролик на смартфоне. И, в принципе, это все классно. Это все вы можете сделать собственными руками. Самое интересное, что, ну, как-то то, что реально сделать, и то, что действительно за ним будущее. То есть, брать и отбрасывать ветку мобил, ну, это неразумно. Сегодня, будем говорить так, в эту тему все больше и больше втягивается. Поэтому, ну, все. Вот наша программа уже находится на смартфоне. Значит, для тестирования взят специально совершенно средненький телефончик, смартфончик, чтобы и так понятно, что на более мощных будет работать. Это проверка графики. Видите, много-много точек очищаем. Только что это был код. Потом это был уже АПК-файл. И вот уже программа. Это безумно просто, безумно интересно и под силу каждому. Ну, конечно, терять возможность такую, что можно делать программы, игры. Вот все работает, и это ж вы сделали сами. Это так классно. Ну, поигрались и хватит. Будем более сложные вещи делать. Спасибо.